Экспериментальную установку, которая воспроизводит условия глубокого космоса, представили в Самарском филиале физического института имени Лебедева Российской Академии Наук. Благодаря этой установке ученые могут изучать, как протекают химические процессы во Вселенной, как образуются молекулы и какими свойствами обладают. Мы проверяем именно принципиальный момент, возможно ли образование первых биомолекул, из которых в дальнейшем формируется жизнь в космосе. Если это правда, значит, что первые компоненты жизни могли быть распространены не только на Землю, но и на другие планеты. А это намного облегчает прогнозирование поиска каких-либо жизненных форм во Вселенной. В мире существуют только три такие установки – в России, Китае и США. Причем в нашей стране аналогов нет. Установка создает внутри себя условия глубокого вакуума, аналогичные космическому. Солнечное ультрафиолетовое излучение заменяет лазер. Экстремальные космические температуры достигаются за счет химических соединений, охлажденных до температуры абсолютного нуля. По словам ученых, в космосе все метаморфозы с молекулами происходят за счет реакции с космическим льдом. Эти условия и воссозданы установкой. Этот лед, он не состоит из воды, он может иметь в своем составе другие молекулы – метан, моноксид углерода, аммиак. И, находясь в космосе в течение долгого времени, он постепенно получает дозы космического облучения. После чего молекулы с коронными связями пересобираются в новых конфигурациях, которые могут быть сложнее, чем прежние. Таким образом, могли образоваться молекулы, из которых впоследствии возникла жизнь на Земле. На разработку установки ушло три года. Получить ответ на главный во Вселенной вопрос «Есть ли жизнь в космосе?» ученые планируют уже в этом году. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.